Привет, друзья! Итак, 1967 год продолжается. Напоминаю, что весной меня пригласили в заводскую самодеятельность в качестве музыкального руководителя ансамбля, который все мы назвали Эврика. И наш идейный вдохновитель и художественный руководитель – это был Валерий Сухарада. Вот посмотрите на этих фотографиях, который впоследствии сделал очень успешную карьеру в Комсомоле и занял довольно высокий пост в Центральном комитете в ЛКСМ. Он занимал должность заведующего отдела по культуре ЦК в ЛКСМ. А позже, в 1982 году, возглавил всесоюзную студию громзаписи «Мелодия» в качестве генерального директора и так до конца своей жизни работал там. Так что весь его жизненный путь, его блестящее восхождение по комсомольской карьерной лестнице были, ну, как бы у меня на виду. И вот мы приступили в апреле 1967 года к усиленным репетициям. Все мы были молодыми, энергичными, заводными и настойчивыми. Вы знаете, когда начинается новое дело с новыми людьми, то так всегда и бывает – энтузиазм зашкаливает. А вот как все это долго продолжается – это уже зависит от многих причин. Но этой темы я коснусь в следующих фильмах. Мы готовили концерт, дебютный, премьерный, который был запланирован к празднику 1 мая во Дворце культуры Родина в городе Химки. Первый номер программы был очень даже оригинальный. Мы взяли за основу выступление из кинофильма «Старики на уборке хмеля», который накануне шел во многих кинотеатрах. Вот посмотрите, пожалуйста, я дал ссылку в описании. Мы – это трое музыкантов с гитарами – стояли на сцене. Открывался в это время занавес, и у каждого на груди была табличка. Если посмотреть слева направо, то на груди были слоги, из которых состояло слово «Эврика». И мы пели ту же самую песню, что и в кино, только с переделанным текстом. Насколько я помню, в этой песне слова начинались «в своей программе мы расскажем». И когда песня уже заканчивалась, то выбегали все артисты и актеры, дружно вскидывали руки вверх и громко на весь зал выкрикивали «Эврика». А заканчивались слова «И потому название это всем нам, конечно, подойдет». Это взяли за основу и сделали рекламу. Вот посмотрите на эту фотографию в центре. Валерий Сухарада, я по его правую руку. И ребята, кстати, далеко не все. Коллектив был большой. Насколько я помню, человек эдак 30, наверное. Дальше были очень смешные скетчи. То есть это уже был а-ля студенческий театр. И не могу не отметить, пожалуй, лучшего актера. И, кстати, автора тоже. Это был Анатолий Трушкин. Вот посмотрите короткий отрывок из телевизионной передачи, когда он уже стал мэтром этого жанра. А в то время он был еще совсем молодым, юным. И, разумеется, с интенсивным искрометным чувством юмора, который он всех нас заражал. Но и Сухарада ему в этом нисколько не уступал. Ну вот, давайте посмотрим вместе. Нас на 58-е место поставили по уровню жизни. Слышал, да? Нас на 58-е. На 57-м какие-то кочующие племена. Мы должны быть на 57-м месте. Но сравнить нельзя. Те кочуют постоянно. Где их искать? В пустыне же там одни миражи. Смотришь дворец, подходишь ближе. Хрен тебе, а не дворец. У нас смотришь дворец. И хрен тебе даже близко не подойдешь. В этом нашем первом концерте Валерий Сухарада исполнял песню, которую он взял из репертуара Джо Кокера Unchained My Heart. Надо сказать, что у Валера был довольно хороший вкус на музыку и песни. И очень важно, что наши вкусы с ним совпадали. Почему это очень важно? Я бы сказал, это крайне важно в музыкальных коллективах. Как, впрочем, в любом деле. Если этого нет, то происходит разобщение в коллективе. И не важно, где это происходит вообще. Пусть это, допустим, будет театр, театральный коллектив. Или на съемках в кино актеры бастуют. Не согласны с режиссером. Да просто в любом коллективе нужна сплоченность, эдакий монолит. Без этого успеха не будет никогда. Вот на этом фото Валера как раз поет именно эту песню. А сама песня, ссылка на нее, значит, присутствует в описании. Я ее дал. Послушайте, пожалуйста. Это очень интересно. Номер этот по тем временам прошел просто на ура. Кстати, надо добавить, что Валера еще и довольно неплохо пел. Одним словом, этот концерт был что-то на вроде нашего боевого крещения. И был он настолько успешным, что о нас стали писать в местных газетах. Вот посмотрите фото. И, как говорят, пошло и поехало. У меня в то время приближался диплом. Надо было переключаться на это. И после защиты, а я защитился, кстати, на отлично и был очень рад этому. Была прекрасная погода, я вспоминаю. Весна, воздух чистый, свежий. Пахло, знаете, тополями. В общем, для меня все это было новым этапом в жизни. После того, как я защитился, я стал готовиться к экзаменам в вечерний институт, который летом, кстати, успешно сдал. Это дало мне возможность получить отсрочку от призыва в армию. Начиналась новая трудовая жизнь. После экзаменов наш коллектив поехал в Анапу, в наш заводской пионерский лагерь, который находился в поселке Джамете. Нас туда пригласили играть танцы и выступать с концертами. Вот посмотрите внимательно на этой фотографии. Мы встречали некого Владимира Светлова. Это был мой консультант по диплому. Замечательнейший человек, который с этого момента стал моим старшим другом, наставником, с которым мы до сих пор продолжаем дружить. Уже значительно позже, в начале 90-х годов, он занял пост генерального конструктора и генерального директора на нашем заводе. Ну а на этом фото он сидит спиной к нам. И вот посмотрите, стоит ведро с вином. Это как раз после того, как мы вместе с ним сходили в палатку и, значит, купили это вино. Вино тогда было, ну, просто очень дешёвым там в Анапе. Как сейчас помню, кажется, пивная кружка стоила 60 копеек. Ну, стакан 30 копеек, соответственно. Вот. И вот, значит, мы купили это вино и принесли в ведре. И вот здесь сидим за тёплой беседой. Обсуждаем, вспоминаем, мечтаем. Разумеется, там мы совмещали наш отдых с такими, с очень настойчивыми репетициями. И вот, значит, и с Женей Савченко, это был наш певец, замечательный певец, замечательный парень. Мы выучили с ним несколько песен. В частности, вот две песни, я даю ссылки на них. Это «Звёздная ночь», которую в то время исполнял Жан Татлян. И «Тереза», которую исполнял Вальдемар Матушка из кинофильма «Старики на уборке хмеля». Ну что ж, друзья, на этом я прерываю свой рассказ. Продолжение слушайте в следующий вторник. И я, как всегда, всем напоминаю, чтобы вы подписывались на мой канал. Делитесь также в Фейсбуке и ВКонтактах моими фильмами. А по пятницам я, как всегда, что-нибудь сыграю или спою для всех. Ну, просто с превеликим удовольствием. Итак, увидимся, услышимся. Пока-пока, друзья, пока. Субтитры подогнал «Симон»!